Очень прикольный отель. Спать семьёй здесь невозможно. Деньги вернули? Ну что, ищем другой отель. Ребята, за границей! Это мы, заграничники! Привет, а у нас 6 утра. Мы только приземлились из Маврикия, прилетели в Стамбул. Решили здесь немножко перекантоваться, поспать. И в Стамбуле, в этом большом аэропорте, который международный аэропорт, тут есть очень прикольный отель, называется Йотель. И мы сейчас покажем, как он выглядит. Мы принтонули сейчас две комнаты, поэтому сейчас немножко отдохнем. А в час уже поедем в город, и там уже снимем отель полноценно на несколько ночей. А сейчас хотим показать вот этот Йотель. Вот цена. Тут на самом деле такая немаленькая. За одну комнату они берут 100 евро, чтобы нам от 6 утра до часу дня поспать. Так что сейчас пойдем покажем, как этот выглядит отель. Машина покажет, хочу. Да, детки молодцы. Они поспали немножко в самолете, но не все. Маечка, он бурагозит, не спала в самолете почти. Раскидывает вещи. Видите, что значит ребенок не высыпается. Каменечка начала татухи делать уже себе. Вот, она, видите, красиво рисует себе. Но красиво на самом деле у тебя получается. Она бабочку рисует. Кстати, отель находится на втором этаже. Вот мы прилетели, и он сразу находится на втором этаже. Называется Йотель. Твой отель. Вот, надеюсь, нам очень понравится. Здесь мы поспим хорошо, выспимся. И уже со свежими силами поедем в город. Вот сколько у нас чемоданов. Кстати, удобно. Вот такая тележка 150 лир стоила. И человек нам ее полностью довез. Тут у нас 8 чемоданов. На всю семью. Возим очень много. Вот показывает, как выглядит этот отель. Но будем надеяться, хорошие комнаты нам дадут. Все, нас заселили. Дали нам два номерка. Рядом номера. Это очень удобно. Кстати, тут даже багаж можно оставить. И рейсы. Во сколько какие отправляются. О, тут даже есть спортивный салон. Джим. Вот это да. Бизнес-центр, комьюнити. А мы идем смотреть, где же наши номера заселятся. Ну, у нас поселение, конечно, далеко от входа. Далеко от лифта. Так, вот пришли к номеру. Открываем дверку. И что мы здесь видим? Ну, что у нас представляется в номере? Две кроватки такие. На самом деле, блин, кровати вообще небольшие. Они реально очень маленькие. Это прикол, конечно. Вот здесь душевая кабина такая. И здесь туалет. Так, насчет на самом деле кровати, конечно, вообще не серьезно. Они очень маленькие. Это односпальные кровати. Что-то они как-то вообще как женщина селила, непонятно. Пойду выяснять. В принципе, все чистенько, красиво. Но то, что односпальные кровати, это фейл. В общем, выяснилось, что здесь однозначно такой фейл. Просто у них все комнаты можно разместиться только в два взрослых. И все. То есть нереально. Просто там еще какую-то одну дополнительную кровать, ну, для третьего человека, могут поставить. Но это все все равно односпальные кровати. Это нереально будет спать. Она вроде как говорила об этом, только я не понял ее на стойке регистрации. Девушка говорила. Вот. Но спать семьей здесь невозможно. Это чисто просто для взрослых только. Поэтому мы едем в город. Деньги вернули. Так и здесь поспим, да, наверное. А то дали два номера. Она говорит, я же вам говорила, что односпальные кровати. Я говорю, а как вы предполагали нас всех туда разместить, на этих односпальных кроватях, когда у нас только четыре взрослых, еще трое детей. Это же просто нереально. Поэтому, друзья мои, отдыхаем, перекусили и погнали в этот отель уже в городе, в Стамбул едем. Закрываем номер. Вот, мы сдаем его, потому что это не актуально. В такой большой компании размещаться здесь нереально. Так что выдвигаемся дальше. Ну что, ищем другой отель. Миничка вот уже вдохновилась, уже бежит вовсю. Шесть часов утра, пустота вообще. Никого нету.